Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А сегодня, знаете, о чем мы поговорим? А сегодня я хочу поговорить с вами, только что сделала пробежку и такой вот небольшой перерывчик с вами, про одну очень эффективную методику, которую, считаю, нужно использовать в своей жизни обязательно. Посмотрите, какая красота у нас, небо какое, сегодня солнышко было, такое вот море зимнее, и даже сегодня слегка выпал снежок, это редкость, но и такое случается. Итак, смысл этой методики. Сейчас я решила заняться этим вопросом по одной простой причине, друзья мои, потому что прошли праздники. А праздники – это зашлакованная печень, это всегда огромное количество проблем, с которыми мы сталкиваемся. Итак, смысл этой методики заключается в последовательном применении таких факторов. Бега, жидкостей, обладающих малым поверхностным натяжением и растворяющими свойствами, бани и как дополнительного фактора пищевого воздержания или соковой разгрузки на 36 часов. Механизм такой, если вы регулярно это делаете, ежедневный бег за счет инерционных усилий, то камушки в желчных проходах, в желчном пузыре, особенно твердые, они потихоньку дробятся. Также и в печени. Регулярный прием в течение этого времени соков, не менее, ну где-то пол-литра в день соков, то желчь ваша меняется в сторону большего растворения. И дополнительно растворяющие дробящие вещества, содержащие в таких соках, потихонечку разрушают камни. Так что соками не пренебрегайте, но только если это, конечно же, свои домашние соки. Сочетание взбалтывания при беге и воздействия соков усиливает взаимное действие по дроблению камушек. Поэтому это обязательное условие. Не так, что вы пьете соки и ничего не делаете. Нет, а физическая нагрузка – это обязательное условие. Иначе просто действовать не будет. Так вы поступаете всю неделю, всю неделю. Пьете соки и бегаете не менее часа. Можете ходить, бежать, ходить, бежать, ходить, бежать, но не менее часа. И в конце недели делаете пищевое воздержание. Во время этого воздержания пьете, так сказать, омагниченную водичку. Но при этом бегаете свои 60 минут. То есть один день вот такой вот у вас должен быть. А на следующий день утром вы совершаете свою пробежку. Идете в баню. Можно в хвойную. Ванну можно сделать, если нету бани. Сделайте хорошую ванну. Хорошенько пропарьтесь. Ну, главное, конечно, по самочувствию. Не переусердствуйте. Хорошего понемножку. И вернувшись из бани домой или после ванны, вы первым делом, что делаете, это выпиваете где-то пол-литра свежеприготовленного сока. Где-то 100 грамм свеклы. Остальное все яблочный сок. Вот такую смесь. Пол-литра. Выпиваете. Потом кушаете, как обычно. Ну, салат или, может быть, запеченные какие-то овощи. Или кашу. Но я не говорю о жареном. Ни в коем случае жареную пищу. Ни котлеты, ни картошку. Мы это все выкинули из рациона. Вы помните, белый хлеб. Все это у нас выброшено. Белый рис. И после пищевого воздержания, бега и бани, пищеварение сильно активизируется. Печеночные вот эти протоки, они будут расширены. И принятый сок, он сразу же сосется и поступит стоком крови в печень. Вот это очень важно. Как будет воздействовать? Да промывающее. Именно промывающее, друзья мои. И вот от этого все то, что ранее раздробилось, рассосалось, оно теперь легко вымоется. В 12-перстную кишку, что вызовет немножко послабление. И в жидком стуле вы увидите твердые мелкие камушки. Вот так продолжайте действовать, пить соки, бегать, ходить в баню в течение 3-6 недель. Если у вас имелись боли с правой стороны под лопаткой, то они пройдут. Именно вот оттуда сигналят твердые камушки желчного пузыря. Прекращение вот этих болей укажет на очищение желчного пузыря. А через год, в апреле, мае, можете повторить подобную чистку. Вообще, в результате инерционных усилий, желчный пузырь и печень, они будут работать гораздо лучше и полностью восстановятся их функции. Я так восстанавливаю печень. Ну, конечно же, очень советую всем использовать в своем рационе расторопшу. Да, она слегка горьковата, но расторопша, семена расторопши перемолотые, это изумительная вещь для печени. Вот такую очистительную процедуру вы можете использовать как первый этап перед очисткой печени с маслом. Знаете, как печеночку с маслом, когда используют? Когда чистят печеночку, используя масло. Вот первый этап сразу нельзя. Первый этап должен быть вот такой вот. Смотрите, какой у нас сейчас розовый закат. Я не знаю, если камера передаст эту красоту. И знаете что, я не догадывалась, что у меня там какие-то проблемы с печеночкой или еще что-то, но все равно иногда ее после таких праздников новогодних чувствуешь, что называется, чувствуем свою печень. И вот это один из главных для меня сигналов, что нужно заняться сокотерапией немедленно. И после несколько проведенных подряд очищений с маслом, выходит очень много полумягких камушков. Но вот когда я применяю вот такую методику, из меня тоже выходят и твердые камушки. Бывает такое. Смотришь и видишь. И вот таким вот образом получается, что одна очистка дополняет другую. И только комбинированное их применение, это полноценное очищение, как говорится, от нажитого добра. Из выше указанных вот этих вот методик очищения печени и желчного пузыря, я рекомендую вам начать с наиболее эффективной. С маслом и кислым соком. А далее в зависимости от полученного результата, применяйте по усмотрению все чистки. Про масло у меня уже есть, но и с кислым соком, с лимоном. Но я и еще, и еще буду рассказывать об этом. И после того, как вы полноценно очистились, в качестве профилактики можете делать любую очистительную процедуру печени раз в год. А при условии, что вы правильно питаетесь, раз в два года. По любой методике. Ну, а я люблю вас, дорогие мои. И давайте сделаем небольшую пробежку, прогулку. Посмотрим, что у нас там есть. И посмотрите, какой классный снежок у нас выпал. Ну, не такой, чтобы прямо ах. А так слегка была тучка. Вдруг, внезапно, она набежала. И все. И пошло дело. Там сзади меня тоже парочка. Бежит, идет, бежит, идет, бежит, идет. А мне надо вперед. А мне надо быстрее. Что я и сделаю. Вот так идемте прогуляемся немножко, потому что это маринотерапия. Когда вы слышите вот этот шум волны, слегка ветерок, то не переживайте и не волнуйтесь, и не реагируйте. Некоторые резко реагируют. Ну, а те, кто уже давно меня знают, они понимают, что я вам не дам плохих каких-то шумовых восприятий. Это все здоровье. Даже как мы ходим. Я специально иду по камушкам. Чтобы похрустеть. Вернее, не по камушкам, а по ракушкам. Чтобы похрустеть вместе с вами. Я, знаете что, я выложу обязательно видео, где будет просто, без моих комментариев, просто шум волны. Нашей волны. Шум черного моря. Потому что лучше этого шума нет ничего. Нет, конечно, есть. Безусловно, есть. Но громче. Например, океан шумит гораздо громче. А бывает, знаете, такая тишина, что диву даешься. Приходишь на море, и тишь, гладь. В общем, вообще ничего. Ни звука. Такое тоже бывает. И только слышишь, что где-то, где-то чайки. Мне иногда говорят, девчонки, быстро не водите камеры. Ну вот стараюсь. Стараюсь изо всех сил. Ну все, дорогие мои. Там меня уже догоняют. Мне надо бежать. Бежать, бежать, бежать. И еще раз бежать. Все. Пока-пока. Будьте благословенны вы и ваши близкие. А я люблю вас. Пока-пока.